В этот день, в День Победы, мало кто усидел дома. 80 тысяч сочинцев по золу души прошли по курортному проспекту с фотографиями своих родных. Большая гордость за своего деда, за всех сочинцев, которые прошли сегодня в этой акции со своими родственниками. Дедушка живой, 97 лет, еще разведчик в Сталинграде был. А это прадедушка, подполковник наш, он тоже здесь в Сочи был. Чувства такие, вот сейчас с вами разговариваем, мурашки, когда еще песни вот эти веселые такие. Здесь, у парка Ривьера, да и в самом парке, конечно же, гостей встречали песнями. Люди с радостью подпевали. Атмосфера праздника, которая объединяет все поколения, была повсюду. Очень приятно, и сразу захотелось самой петь. И мальчишки тоже знают много песен. Многие в этот день считают неким символом или традицией попробовать солдатскую кашу. Именно такую в полевых условиях и варили бойцам, приближавшим День Победы. А для ветеранов мы традиционно готовим угощения. Тут фронтовые 100 грамм, полевая кухня, бутерброды. Как всегда, в парке было очень много детей, но 9 мая ребятишки поменяли свои наряды на военную форму. Среди таких гостей 8-летний Вова Юрин с портретом своего прадедушки. Он еще совсем маленьким, трехлетним, на плечах у отца впервые принял участие в бессмертном полку. Теперь и кашу солдатскую попробовал, и к 9 мая выучил наизусть стихотворение. Победа, победа, победа. Все праздника этого ждут. Иду я за прадедом следом, а прадеду честь отдают. А дети постарше уже в Черешневом саду у морвокзала исполняли песни военных лет. В реком бою, в чужом краю, пусть берегут любовь и вера. Люди расположились прямо на зеленом газоне. Вот такой импровизированный зал собрал тоже очень много зрителей. Одни фотографировались на фоне панно с названием победа, другие захотели аквагрим с победной символикой, третьи просто прогуливались праздничными шарами, но все напоминало о главном празднике страны. Все творческие коллективы, все жители города готовились к празднику Великой Победы. Все очень интересуются теми площадками, которые мы для них приготовили. Это и ретро-прически, это и концертная программа, это и сборка-разборка автоматического оружия, это и молодецкие забавы. А молодецкие забавы действительно оказались самыми массовыми и зрелищными. Это комплекс мужских игр, развивающих силу и ловкость. Любой желающий мог помириться силой. Энтузиастов поддерживали все, кто стоял вокруг. Это древние славянские традиции, молодежные забавы. То есть мы видим разные забавы, это и с бревнами, и с гирями, и с палками, разными веревками. То есть все это развивает молодецкую удаль. Специально на майские праздники приехали в Сочи гости из Белоруссии. Их в чешневом саду привлек стенд с военной литературой. Большая библиотека вообще имеется. Да, у дедушки большая библиотека, внуки ее смотрят. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши внуки были причастны к этому дню не просто понаслышке, а именно прочитав литературу, узнав о боевых событиях, о тех подвигах, которые совершили их деды, прадеды. В День Победы в Сочи массовые мероприятия продолжались весь день во всех районах курорта. Яркую точку празднества поставил салют на Южном Малу Морпорта. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.